Самодиагностика боли в мышцах в опорно-двигательном аппарате. Когда у нас возникает подобного типа боль, она однозначно приводит к тому, что у нас ограничивается какая-то двигательная функция. И что интересно, в нашем мозге конкретная кость, конкретный сустав и конкретная мышца всегда связаны с определенной функцией. То есть эволюция тысячелетиями придумывала вот каждый наш кусочек для определенной функции. Соединяя это и задавая себе внимательно вопрос, который звучит так, какое мое движение, какой мой жест, какую мою функцию я теперь в связи, например, с этой болью не могу реализовывать. Таким образом мы получаем ключ доступа к тому, что являлось проблемой в моей жизни для возникновения этой боли. При этом мы знаем, что мышцы, суставы чаще всего страдают от того, что у нас есть какое-то либо запретное движение. То есть движение, которое я хочу, но я не имею права его реализовать, не могу реализовать, боюсь последствий, которые наступят. Либо я совершил какое-то действие, но это вызвало у меня у самого внутриличностный конфликт. То есть, например, виню себя за то, что что-то сделал. Ну и вдобавок половина тела, потому что бывает, что справа есть, слева нет. Да чаще всего так и бывает. То есть в профессиональной среде, в профессиональной деятельности я имею проблему. А вот с этим же движением, например, в семье, внутри своего семейного клана, я эту проблему не имею. Поэтому на это тоже очень важно смотреть. Ну и в общем-то свобода действий и воли вам.